я уже говорил что мы используем усилитель вайфая то есть мы ловим сигналы с марины вайфай бустером увеличиваем силу сигнала у нас идет прием и этот вайфай раздается на комп и так вот сегодня он у нас очередного после очередного дождя накрылся и перестал работать то есть скорее всего проблема в самой антенне а это собственно это антенна и есть усилитель которая подключена к обычному роутеру вайфая полезли смотреть что короче вот эта штука вот эта антенна у нас стоит вот она находится я уже раскрутил ее немножко вот у нас тут она вынимается и на него шнур так сейчас просто одному очень неудобно и снимать и откручивать короче судя по всему вот это вот трещина через нее сюда набирается вода я вам сейчас покажу этот разъем понимаете почему у нас перестал работать интернет ну и вот собственно сама антенна у нас здесь внутри я не могу сказать что фатально я думаю что вот это вот часть которую вверху ее надо сейчас будет разобрать раскрутить снять вот этот пластик весь и все промыть и посмотреть я все таки искренне надеюсь что во всей этой нашей печальной истории умер только и ей короче все укатывается вот умер только вот этот вот разъем и я вот на это искренне надеюсь детальнее вот это сам вайфай booster надо его теперь каким-то мистическим образом попробовать разобрать еще не понимаю каким прочее нет так не получается думаю что это антенни все равно уже мало чем помочь можно короче задача и и вот открутить вот отсюда но я бы ее как-то так открутил чтобы наверное вот эту всю штуку не разломать совсем то есть ее можно взять и склеить сика флексом можно попробовать сейчас задуть даже ее не разбирать можно попробовать задуть вот этот вот весь разъем контакт клинером а это все просушить может но там все сухое и просто взять и вот это вот всю часть обмазать там сика флексом силиконом или чем угодно посмотрим что из этого получится так я погнал за контакт клинером куча технического вы просили давайте то что из него вытекает не страшно это штука которая фу очень быстро испаряется пахнет она конечно мерзко ну там вот я смотрю все там на самом деле обычный ethernet разъем через которого и через который идет питание то есть это как называется пиво и power over ethernet то есть она все само по себе должно быть полностью автономное подключается всего одним шнуром таком как обычный сетевой компьютеры ну давайте его еще раз нормально там промоем потом посушим ну конечно такое ржавенькое внутри его бы конечно чем-то вымыть но мы воткнем сейчас другой ethernet в него воткнем его в модем вай фай роутер и посмотрим если он работает значит наверное его надо будет просто сушить может быть даже не разбирать если получится эту крышку снять я сейчас попытаюсь но чтобы там ничего не сломать под шумок тут этой штуки нам уже все равно она уже поломана это вот все сыпется морская соль короче я дальше буду колупать я думаю этот процесс показывает особенно смысла не имеет если получится покажу дальше что из этого получится если конечно я ее не сломаю так что вот я отковырял кусок что у нас здесь видно видно там что все внутри сухое это обычная антенна она подключена так итак короче выкрутил но эта штука понятно она ни на что не влияет а просто чехол такой водонепроницаемый когда-то был а вот эта часть отмыть помыть почистить и вероятно будет еще даже работать какая гадость ну есть шанс что будет жить и так что у нас есть вот такая штука которую я немножечко сломал пока разбирал и чистил далее вай фай роутер который запрограммирован уже под вот эту штуку ethernet кабель новый который я взял ну что ж воткнули теперь у меня есть блок питания который 12 вольтовый мы его втыкаем сейчас вот сюда лампочки загорелись лампочки загорелись все больше ничего не трогаем это займет еще где-то минут пять и потом мы будем коннектиться с компа и смотреть вообще живое оно или неживое то есть роутер понятно будет живой а будет ли он воспринимать питание через ethernet и вообще через все вот эти вот его подключение сейчас проверим что вот я поставил сам роутер вот тут видно как горят все лампочки и тут горят и тут горят ну давайте попробуем что из этого у нас получится ему нужно время для того чтобы немножечко запуститься коннектим его к сети вай фай давайте проверять мужу web ожидаем короче коннектиться он не хочет сейчас попробую подключиться к сети через телефон пробую подключение к телефону анрича был ну сейчас попробуем сделать ему reset какие варианты да не подключается не из компьютера не как он вай фай подключает но пишет без доступа к интернету а без доступа к интернету я не могу зайти в саму палку чтобы ее законфигурировать делаем палки reset нашей многострадальной ждем самое противное в этой ситуации что возможно придется перепрошивать и саму палку и сам модем но делаем reset модем ну вот секунд здесь надо подержать похоже пошел процесс такая штука rtfm ридзе пакин мануал короче сейчас будем смотреть что с этим всем делать потому что тут есть все настройки именно внутренние такс ну что проверяем я это все подключил единственное что у меня изменился айпи что я там не то намудрил но не важно ничего не менять все а ну проверочка профайл сеттинг профайл сеттинг сайт сервей все вот видите список сетей короче работает единственное что в марине сейчас насколько я понимаю не работает вай файл потому что я вот сейчас его подключил к марине вот видите сила сигнала 56 но из-за того что не подключен сама марина не подключена он и не может подконектить ну короче вот так вот получилось единственное что теперь с этой вот палкой нужно что-то делать чтобы сделать ее эстетично и красиво вот такая вот фигня с этой штукой то есть она конечно у нас выжила единственное что нужно будет сейчас под нее сделать какой-то кофр и так как у нас кабель сгнил который был проведен прямо в металлической трубе а я все равно хотел этот бустер перевести прямо наверх на мачту сейчас буду садиться и проводить через мачту новые кабеля но это уже будет явно не сегодня и это явно не приоритетная задача возможно уже на карибах может быть если будет время сделаем это еще и на тенерифы но я думаю что мы смело забьем на это большой до того момента пока у нас будет больше свободного времени ну и собственно все поэтому поехали дальше итак сегодня у нас задача чинить вот эту вот поломанную штуку что для этого я сделал тут есть ветки и прозрачных штучки и самое главное у меня есть одна очень секретная фигня это вот такая штука называется мультипут две таких достаточно гадких пакетика но она ценно тем что их смешивая с пропорции 50 на 50 и она застывает как эпокси через несколько часов даже нет наверно через минут 15-20 будет абсолютно твердая пластмасса да будет некрасиво потому что белая у меня нету мы сформуем вот эту вот часть и залепим и оставим сушиться у меня вот это вот эстетическая часть то что она будет черненькая на беленьком совершенно не смущает такая вот штука получилось вот и она такая как вот конкретно пластилин вообще без без всего что мы делаем вот в этой вот части мы прокладываем мы прокладываем вот эту вот штучку берем потом вот эти вот кусочки и начинаем вылепливать их вот по форме и она потом застынет и будет вот таким вот красивым кусочком вот я его залепил получилось вот такая вот штука и вот такая вот штука сейчас мы его чуть-чуть сформуем всунем туда вот эту антенну и оставим чтобы она засыхала и все ну вот собственно вот так вот эта штука и получилось когда она засохнет я просто возьму сика flex или даже силикон и просто его вот так вот по кругу промажу чтобы оно было герметично и будет опять цельная конструкция которая не будет протекать ну а теперь ждем пока она все засохнет ну вот оно все оставили его сушиться вот такая вот конструкция будет а снизу она вроде все работает нормально красота мы подключили саму палку сам усилитель и вот у меня сейчас в руках сам wi-fi роутер мы его сейчас сюда поставили исключительно для теста жить он будет скорее всего на мачте либо где-нибудь наверху и вот как эта штука у нас затвердела вот вы слышите то есть она стала абсолютно цельным пластиковым куском ну и при этом она ловит сеть и при этом она работает починили друзья спасибо за то что были с нами на канале капитан герман мы вам рассказываем и будем рассказывать и дальше о всех технических особенностях и данная серия она была в формате техно яхтинга техно яхтинга и мы будем стараться каждую неделю делать основной ролик который будет связан с жизнью на лодке и один какой-то технический или около технический о том как мы чиним что у нас ломается и вообще таких вот аспектах о которых не хочется думать но они вынуждены появляются в нашей жизни поэтому мы чиним делаем всякие улучшения нашей лодки и дальше будем продолжать подписывайтесь на наш канал и до встречи пока и и и и и и и и мы и и и и и